Такого количества беременных, пожалуй, нигде просто так не встретишь. Сегодня более полусотни мамочек пришли посмотреть, какие условия есть в четвертом родильном доме. Ведь каждая может выбрать сама место для родов. Нужен полис ОМС и родовый сертификат. У меня сейчас будет второй ребеночек, и у меня уже был опыт, и хотелось бы, только был опыт с другим роддомом. Хотелось бы посмотреть, как здесь, все его очень хвалят, хорошие отзывы, и остановиться уже. На следующей неделе родильный дом закроется на плановый ремонт и дезинфекцию. Прием уже не ведется, поэтому для мам проводят экскурсию буквально во все помещения, где им предстоит побывать при родах. Начинают с приемного отделения. Рассказывают, что должно быть у каждой, поступившей с собой. После проходят в предродовую палату. Здесь беременная находится до момента поступления в родовую. В нашем роддоме приветствуется свободное поведение женщины в родах. То есть мы любим, когда женщина может вставать, ходить, двигаться. Вот это вот все пространство, оно для того, чтобы женщина могла двигаться. Следующий на очереди отделение родильное. Акушер-гинеколог показывает, где будут проходить роды. Учит методом самообезболивания, который практикуют в четвертом родильном доме. Например, массаж специальными ручными массажерами. Помогают расслабиться. У нас есть массажер для тех, кто не может расслабить лицо. Так как вы все знаете, да, наверное, что проекция губ в нижней части лица и шеи – это проекция вашей шейки матки. Если вы в родах будете зажимать зубы, зажимать губы, да, то там тоже будет все зажиматься. Вот для тех, кто зажимает лицо, у нас есть… да. Словно в американском кино демонстрируют техники обезболивания с помощью фитбола. Тоже, говорят врачи, рожающие часто практикуют. А еще здесь учат не кричать, а звучать. Для этого нужны лишь соломинки и воздушные шарики. Есть помощники такие, как коктейльные палочки. И мы показываем, как женщине дышать в родах, да, что нужно делать глубокий вдох через нос и выдыхать через рот. Видя такой прогрессивный подход к помощи в родах, мамы интересуются, возможно ли партнерские роды, когда на протяжении всего процесса рядом будет находиться близкий человек. С учетом того, что сейчас еще все-таки не отменены ограничительные меры по ковиду в лечебных учреждениях, этот вопрос немного, так скажем, закрыт. Но со временем мы надеемся все-таки, что эта инфекция нас покинет, и мы сможем уже позволить нашим беременным женщинам, которые хотят рожать совместно с мужем, ну, кто-то с близким ему мамой, вот, мы надеемся, что позволим, и это в ближайшее будущее у нас будет. В этом году в 4-м Ивановском роддоме появилось на свет почти тысячи детей. Малышке Марьям всего два дня. Сегодня впервые в своей жизни демонстрирует голливудскую улыбку. Привет! Она мне улыбается. У Оксаны это вторая дочка. Старшую рожала здесь же, только в прошлый раз лежала в двухместной палате. В этот раз выбрали одиночную комнату с отдельным входом. Персонал очень хороший, все очень внимательные. Ну, не знаю, мне прямо здесь очень понравилось. Даже не думала о другом роддоме. Сразу вот решили сюда. Беременным леди показывают все условия, в которых мама находится уже после родов. Заодно поздравляют только что родивших пациенток с Днем защиты детей. Радуют маленькими, но полезными подарками. Я тоже сама родилась в 4-м роддоме. Рожала в 4-м роддоме. Работаю в 4-м роддоме. Вся жизнь связана с 4-м роддомом. В первые часы и дни за малышами пристально следят неонатологи и детские врачи. Но самыми главными защитниками для детей остаются мамы. Буквально вчера Елена родила своего третьего ребенка – Ваню. Все трое появились на свет в этом роддоме. Не боятся. Сейчас, наверное, все как-то боятся. Может, все хотят сначала карьеру. Мне кажется, это не самое важное в жизни. Вот дети – это наше самое главное в жизни. В предстоящей каникулу у 4-го роддома большие планы здесь. Хотят обустроить отдельные родовые места, чтобы женщинам было максимально уютно и комфортно давать новую жизнь. Наталья Сергеева, Сергей Тютин, телекомпания «Барс». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...